Здравствуйте, уважаемые мои зрители и подписчики! Я вас всех очень люблю и очень благодарна за то, что вы смотрите меня, задаете мне вопросы, и я вас всех очень люблю. Сегодняшняя тема – это продолжение темы о здоровом образе жизни, о том, как сохранять свое здоровье, как его поддерживать. Существует два противоположных лагеря профессионалов и специалистов в области здорового образа человека, следует или не следует производить дополнительную очистку своего организма посредством водных орошений или употребления медицинских трав, смесей медицинских трав. Первая половина утверждает, что человеческий организм – это уникальная система, которая борется самостоятельно со всеми токсинами, которые попадают в организм человека и что не нужны дополнительные внешние воздействия для того, чтобы очистить наш организм от шлака. Они говорят, что посредством внедрения всевозможных очистителей, клинсеров и методик может нарушиться бактериальный баланс в кишечнике, что может произойти нарушение кислотно-ощелочного баланса в организме, что может привести к каким-то осложнениям или к каким-то заболеваниям. И я считаю, что в какой-то степени они правы. Вторая половина профессионалов утверждает, что дополнительный источник очищения – это только плюс для организма. Почему? Потому что в наше время, как никогда, человек подвергается большим стрессам, употребляет очень много вредных нашему организму химических элементов, таких как гормонов и витаминов, которые совершенно нам не нужны нашему организму. Но мы сами того не подозревая, не зная об этом, употребляем продукты питания, которые буквально напичканы этими химическими элементами. И вот этой точки зрения я придерживаюсь 100%. Я не говорю, что нужно постоянно заниматься очисткой своего организма посредством клизм, посредством слабительных веществ. Это правильно, это очень вредно, это будет создавать дисбаланс, бактериальный дисбаланс и кислотно-щелочной дисбаланс в нашем организме. Мы будем терять очень много жизненно необходимых элементов, которые уже есть, находятся в нашем организме и которые очень трудно доставить из внешними источниками. Но один раз или два раза в год из моего опыта я считаю, что очищать свой организм нужно. Когда я жила в своей стране, я один раз в год ходила на водное орошение кишечника. Это часовая процедура, которая длится час. И после этого я чувствовала себя великолепно. Я считаю, что никакого отрицательного эффекта в этой процедуре нет. Конечно, всегда нужно посоветоваться со своим специалистом, потому что все мы разные и могут быть какие-то недуги, при которых противопоказана данная процедура. Но в моем случае это всегда мне шло на пользу. То есть улучшалось мое состояние, улучшался цвет лица. И чувствовала я себя очень-очень-очень энергично и бодро. Живя здесь в Америке, я к таким процедурам не прибегаю. Хотя в последнее время я хочу сказать, что очень много открывается таких кабинетов с этой методикой. Вообще я хочу сказать, что в Америке сейчас идет такая тенденция, что люди больше склоняются к традиционным методам лечения. Если вот даже 10 лет назад таких кабинетов по оздоровлению кишечника через водные процедуры было буквально считанное количество, то сейчас вот только в Аризоне, я недавно пошла на сайт и посмотрела, сколько таких кабинетов. Таких кабинетов очень много сейчас. То есть людям нравится, люди ищут пути более натурального оздоровления, не через рецептурные медикаменты, которые назначает врач. И все это химия, это наносит урон. Это даже и мы не знаем, какой урон это нанесет нашему организму через 5, через 10 лет. И люди ищут альтернативу. Многие люди идут к аэропракторам, лечат свой организм за счет исправления проблем спинного мозга, которые идут от защемления нервных окончаний. Многие люди идут к гомеопатам, потому что они понимают, что им нужна медикаментозная помощь, но они не хотят употреблять сильные препараты, медикаменты. Многие люди идут, например, в такие водные процедуры по очищению своего кишечника. Почему кишечника? Да потому что очень много веществ всасывается именно из кишечника в наш организм, в нашу кровь. То есть если он засорен, если он зашлакован, то вот эти все вредные токсические вещества, они будут в кровь всасываться и разноситься по всему нашему организму. И единственные два фильтра, которые находятся в нашем организме, это печень и почки, они находятся под большой нагрузкой, очищая, дедно и ночно, очищая нашу кровь от вредных веществ. Но они не могут справляться в наше время со всем тем наплывом этих химических элементов, которые мы потребляем целый день. Целый день мы, то, что мы кушаем, там везде, почти что везде присутствуют эти, это химия, эти пестициды, все это вредное, которое нашему организму, эти гормоны, которые нашему организму совершенно не нужны. Ну сколько же их можно очищать, сколько же нашу кровь можно очищать и надеяться на то, что самостоятельно наша уникальная система, нашего организма, она справится вот с этим избытком совсем, поступающим в нашу систему. Поэтому я придерживаюсь мнения специалистов, которые говорят, что нам нужны дополнительные источники очищения организма, которые помогут быстрее справиться с этим, облегчат работу печени и почек. И по моему мнению, опять же, это из моей практики, очень полезны такие один раз или два раза в год водные процедуры, растительные процедуры кишечника и употребление специальных, органических, натуральных смесей трав, которые будут очищать наш организм. Находясь здесь в Америке, я один или два раза в год провожу диету, которую я уже до этого вам рассказывала, по Академику Глоу, восточной диете. И я употребляю один или раз, два. И я использую один или два раза в год очистительный метод путем натуральных трав. И сегодня я с вами делюсь вот такой информацией, то есть я делюсь своим экспириенсом, своим методом. Конечно, человек, который ведет правильный образ жизни, что подразумевает правильный образ жизни? Это когда человек смотрит, что он кушает, то есть свою диету, какие он продукты употребляет. Человек, который занимается спортом. Человек, который может бороться с фактором стресса. Но, к сожалению, такие факторы, как лень, нехватка времени, а порой нехватка времени – это только отговорка, это та же самая лень, осложняют нашу жизнь и отодвигают рассмотрение все-таки сесть и рассмотреть, как же я начну вести правильный образ жизни, что я буду есть сегодня, что я буду есть завтра, что я буду есть через неделю, как я буду есть и сколько я буду есть. Человек никак не может себя заставить сесть и вписать в свой дневник, ежедневник, когда он будет посещать спортзал, или когда он будет просто сам заниматься какой-то физической нагрузкой. Человек не может, просто придя с работы, уставший и подвергшийся стрессу на работе, он не может себя заставить. Это так легко прийти и первым делом просто 5 или 10 минут лечь и полежать. Дать своему организму вот это вот, перезагрузить свои батарейки. К сожалению, человек приходит домой и дальше он начинает продолжать, если это женщина на кухне, да, сейчас и мужчины на кухне готовят себе что-то поесть, садятся поесть и потом сидит и смотрит телевизор или читает книгу или что-то еще. Но самое главное – это нужно, как нужно перезарядить свои батарейки? Нужно прийти с работы и полежать, именно находиться в горизонтальном положении, 5 или 10 минут. И вот только тогда происходит перезарядка энергии. Тогда вот через 5, через 10 минут вы можете вставать и заниматься дальше своими делами. Продолжение следует...